Что ж, начнём. Сегодня я хочу рассказать немного о статической депутации. Вот этот доклад не будет каким-то хардформным, это такой лёгкий доклад для тех, кто разрабатывается на JavaScript-браузере, кто никогда не пользовался какими-то статическими анализаторами. Чисто, чтобы показать, что это не страшно, это интересно, это полезно. Первый миф, который я хотел бы развлечь, это то, что в JavaScript нет типов. Я много слышал от разных людей, что в JavaScript нет типов, нет типов. На самом деле, миф там есть. Все наши ambifire, null, boolean, string, number, object — это всё типы. Они существуют внутри виртуальной машины. JavaScript с ним работает. Вот это, например, часть спецификаций, которая описывает эти типы. В новой спецификации недавно добавился ещё новый тип — symbol. Так что в JavaScript-те типы есть, хотя мы их не видим. После того, как мы разобрались с этим мифом, теперь ждём к тому, какая бывает эффективизация, какая она в JavaScript-те. Во-первых, бывают языки, которых совсем нет типов. Я, например, видел BrainPack. Там есть просто какие-то ячейки с данными, мы с ними работаем, и всё. Что там хранится, не важно. Потому что хранится всё, что угодно. Ну, без типов языки нам сегодня неинтересно. Мы их пропустим. Бывают без типов языки, бывают языки с типами. И языки с типами делятся на несколько категорий. Первая категория — это языки с динамической типизацией. Что это значит? Это значит, что типы наших переменных могут меняться на протяжении выполнения кода. То бы это был стринг, теперь стал number, может с чем угодно оказаться, может быть нулём, в итоге undefined стать. Это очень удобно, это очень позволяет быстро писать код, но это приводит к тому, что у нас там могут появляться всякие undefined износдинфаншн и всякое такое. Нужно быть аккуратным, используя динамические языки. В противовес этому есть языки со статической типизацией. Это значит, что компилятор накладывает ограничения на ваш код. Он должен знать о том заранее, какие типы соответствуют каким переменным. Это позволяет ему до того, как код выполняется, проверить ваш код на типы, на корректность, на то, что вы не передаете там неправильный тип функцию и так далее, возвращаете неправильный тип из функции. Что приводит к тому, что наш код становится чуть более там понятным, корректным, правильным. Вот. И это позволяет еще хорошо интегрироваться со всякими IDE. У многих есть такое ощущение, что статическая типизация, это Java, это многословно, там фабрики в фабрик, сложные всякие OP-паттерны. На самом деле типизация никак не связана с какими-то OP-паттернами или с Java. Яркий пример – это язык Husky. Там как бы нет OP-паттернов, но там есть типы, они проверяются. Следующая пара категорий – это языки со слабой и сильной типизацией. Слабая типизация – это то, что было представлено в видео, в котором, может быть, многие смотрели JavaScript What, в котором мы складываем различные варианты наших типов и получаем неожиданные результаты. Это значит, что язык позволяет использовать различные типы в одном выражении. У него, у языка существует какая-то таблица приведения одних типов в другие, незаметно для программиста. Если кто не смотрел, обязательно посмотрите, а то там очень хорошо показано, как это работает. И, соответственно, есть языки с сильной типизацией. Например, Python, он не позволяет нам складывать объект с массивом, number со строчкой, он ругается, правда, в runtime, а не во время компиляции, потому что он тоже динамический. Вот. Дальше. Есть еще пара языков, пару типизаций. Первый вариант – это языки с явной типизацией. Яркий пример – это Java, в которой нужно как можно подробнее описывать, что у нас за типы используются, каким типом соответствуют наши переменные. Надо сразу сказать, что не все языки с явной типизацией настолько требовательны к вашему коду. Для некоторых там достаточно указать небольшую часть, он дальше сам поймет. Вот. И в противовес есть языки с неявной типизацией. В случае динамических языков – это языки, которые совсем не позволяют вам описывать никак типы, например, JavaScript в коде. И в случае с статической типизацией – это те языки, которые сами пытаются узнать о том, какие вы типы используете. И для автоматического вывода типов есть хороший простой алгоритм Хиндли-Милнера. Советую вам почитать на досуге. Очень интересно, как на самом деле выводятся эти типы. На самом деле там все просто. Вот, если вкратце, вводная такая схема, чтобы понять, какие бывают категории. Я предпочитаю строгую, сильную, статическую и явную типизацию. К сожалению, JavaScript – это полная противоположность этому. Поэтому приходится искать какие-то решения. Следующая часть выступления посвящена тому, рассказу тому, что статическая и сильная типизация – это полезно. Во-первых, вскрываются те участки кода, которые приводят вот к самым этим неприятным проблемам, что у нас могут приходить какие-то аргументы, мы не знаем их типы, только полагаемся на то, что мы раньше сами написали. То, что у нас есть какие-то опечатки, которые мы можем не заметить. В итоге когда-нибудь в будущем он может стрельнуть, если пользователь дойдет до этого куска кода. Там всякие сложения, известные там number и undefined, в которых мы получаем наш num, или сложение number и string – тоже очень неприятная вещь. Во-вторых, многие современные языки, еще статические, языки статической типизации позволяют проверять то, что в переменной не хранится null. И это позволяет избавиться от проблем, озвученных там, то, что undefined is not a function, то, что мы обращаемся к свойству объекта null и так далее. Они просто ругаются, не дают вам скомпилировать этот код. И в-третьих, наконец-то начинает работать рефакторинг в IDE нормально. Я не нашел лучшую картинку, чтобы описать рефакторинг. У меня был случай, когда один новый разработчик сделал замену переменной в каком-то куске кода с помощью IDE в JavaScript. Невнимательно посмотрел на результат. В итоге этот код попал каким-то образом в бой. И через некоторое время мы обнаружили, что там какая-то совсем дальняя часть кода вдруг поломалась. Оказалось, что IDE просто тупо поменял во всем, во всех исходниках одно слово на другое. Очень было неприятно. Так как типы проявляются на стадии компиляции, мы уже получаем какие-то гарантии, что наши функции будут приходить корректные типы. Соответственно, нам не нужно писать различные асерты, различные проверки на то, что нам приходит, на то, что мы возвращаем. Вот были очень популярные вот такие вещи, какое-то контрактное программирование, когда мы накладываем ограничения всего этого, больше не нужно. Соответственно, это неким образом разгружает наш рантайм. Код начинает работать быстрее, и остаются все те же гарантии того, что код работает правильно. Есть еще несколько примеров, которыми я хотел бы поделиться. Если вы используете такие вещи, как там lowdash, ramda, rx.js и так далее, у вас в коде появляются длинные цепочки вычислений, когда одна переменная, одни значения превращаются в другие, в третьи, в пятые, в десятые. И где-то, если на середине мы ошибемся, это достаточно часто сложно как-то обнаружить, заметить. И очень хорошо здесь работает статическая типизация. Она валидирует всю нашу цепочку, все звенья цепи на соответствие друг другу. То, что они могут идти в этом порядке. Результат одной подходит к аргументам следующей цепочки. Вот пример. В React тоже есть такой популярный подход к композиции наших компонент, когда один компонент оборачивается в другой, в третий, в пятый. Каждый из них тоже меняет props на протяжении всей этой цепочки композиций. Соответственно, тут тоже можно написать какой-нибудь helper, который валидирует всю эту цепочку композиций и проверяет то, что все наши props проходят через эту цепочку и правильно обрабатываются. что правильный результат доходит до конечного компонента. Не теряется, не ломается в середине где-то. Типы, как и значения, могут быть переменными. Мы можем использовать какую-то переменную типа для того, чтобы создать некий абстрактный тип, из которого мы можем потом вводить несколько различных конкретных типов. Вот простейший пример. У нас есть список каких-то неизвестных типов, и из них, из этого списка неизвестных типов мы можем определить конкретные различные типы, которые нам нужны в различных случаях. В одном случае там массив строк, в другом массив цифр и так далее. Все это называется generic types и очень помогает в описании каких-то функций, методов, которые могут работать с неизвестным заранее типом. Во многих современных статически типизированных цифр можно создавать так называемые объединенные типы, когда один тип состоит из нескольких. Например, в данном случае нам в функцию приходит либо просто число, либо массив чисел. И если мы сделаем проверку на то, что это массив в ife, то компилятор будет знать, что в этом куске кода перемены n не просто или то, или то, а конкретно массив чисел. Очень удобно. Есть еще один миф, который я хочу развеять. То, что статическая типизация — это сложно. Мне кажется, что это не так. На самом деле при разработке мы сами задумываемся о том, какие типы мы используем, из чего наши объекты состоят, какие поля, что там в итоге, number или string. В случае со статической типизацией нужно просто все это вытащить из головы и записать в виде кода. Это не так сложно. Это занимает некоторое время привыкнуть к тому, чтобы научиться описывать типы, захотеть это делать. Но через несколько недель был опыт внедрения статической типизации в наш проект. Через несколько недель люди уже вернули к своим обычному графику, задачи делались так же быстро, как они делались ранее, но у нас появилась статическая типизация, валидация всего, что код наш работает. В итоге это вот привело к тому, что стал дешевле, например, рефакторинг, так как мы можем поменять название функции и нам сразу будет ругаться, что там в 10 разных файлах, которые мы не знали до этого, все поломалось. Вот. Для того, чтобы начать использовать статическую типизацию, не нужно, не знаю, брать, выкидывать весь проект, переписывать его заново, если у нас он уже есть. можно взять и воспользоваться, например, таким анализатором, как flow. Он позволяет описывать типы постепенно. Вот. Сначала одна функция, потом 3, потом 10, потом полпроекта оказалось. Вот. И, например, он дает нам информацию о покрытии нашего кода типами. Вот. Из этого можно сделать красивый график и использовать как какую-то метрику тщеславия свою и стремиться там к достижению 100%. Вот. Ну, если у вас как бы проект большого нет, где вы хотите, можете сделать с нуля, то можно использовать уже гораздо больше инструментов, чем один. Вот. Вот. К счастью, как бы сейчас не обязательно использовать только JavaScript в браузерах. Вот. Есть много различных языков, которые компилируются в JavaScript в итоге. Вот. Давайте рассмотрим, какие есть статические типизированные языки у нас, которые умеют компилироваться в JavaScript. Вот. Есть некоторый набор языков, которые очень интересные. Там очень сильная система, мощная проверки типов. Вот. Но, к сожалению, эти языки достаточно маргинальные. Я бы не стал их тянуть какой-то production, но зато очень хорошо можно на них обучаться, экспериментировать, узнавать, что такое типы, как они работают и так далее. Недавно вышел язык Reason от компании Facebook. Достаточно интересный. Это некий такой вот OCaml мощный, но в котором добавили немного JavaScript, фишек из ECMAScript. Очень интересно. Советую посмотреть. Следующая пара языков, которые тоже имеют статических схемотипов и могут компилироваться в JavaScript. Это языки из мира GVM. Это Kotlin. Хороший язык. Правда, у меня не дошли руки его попробовать. И есть Scala.js. Многие хвалят Scala и Scala.js за систему типов, которая там есть. Но меня смущает в Scala, что там есть null, none, nothing, nil одновременно. Это все разные вещи. Плюс как бы очень сложно найти людей, которые готовы писать фронтенд там на Scala. Если у вас вдруг есть множество разработчиков, которые умеют уже Scala и умеют Kotlin, и вы хотите написать какое-то реальное приложение, а не просто сайт, то это, возможно, выбор для вас. Я, к сожалению, не рассматривал эти варианты. А варианты, которые я рассматривал, это так называемые JavaScript-based языки, компиляторы, которые проверяют типы. Есть их два самых популярных и рабочих. Это TypeScript и Flow. TypeScript — это инструмент от компании Microsoft. Это такой язык, даже экосистема поверх JavaScript, который добавляет поддержку статистической типизации. Что значит поверх JavaScript? Это значит, что если в JavaScript будут добавляться новые фичи в будущем с новыми релизами стандартов, то они также будут прорабатываться в TypeScript. Есть второй игрок — это Flow от компании Facebook. Это отдельный инструмент, он запускается рядом с вашим кодом, и он в бэкграунде просто проходится по коду и валидирует его на типы. Он изначально пытается как-то автоматически все выводить, то есть можно вообще не описывать типы. И вот как раз потихоньку их туда внедрять там где-то необходимо. Рассмотрим вот эти два варианта чуть-чуть подробнее. Flow — чем он отличается от TypeScript? Во-первых, у него мощнее система типов. Это выражается тем, что там лучше работает вывод типов, когда мы их не задаем, он сам пытается их угадать. Там есть такие вещи, как вариативность и контр-вариативность. Кому интересно, можно потом почитать. Есть очень интересные специальные типы. Например, dollar shape позволяет указать, что какой-то из типов является некоторой составляющей частью другого типа. Например, если вы знаете, использовали React, там есть метод setState, и он может принимать первым аргументом не весь объект состояния, а только какой-то вот кусок. И Flow умеет обрабатывать эту ситуацию, валидировать то, что вы можете передать меньше свойств, но не больше, не другие. И у них правильные типы. Соответственно, там во Flow, как я уже говорил, достаточно легко стартовать. Достаточно его скачать, запустить, добавить магический комментарий в файле, который вы хотите проверить, и он начнет его проверять. Конечно, изначально он не сможет так полностью вывести все ваши типы, будет иногда пропускать ошибки. Но вот как только вы будете самостоятельно начинать описывать эти типы, он будет все сильней и мощней. И еще есть исключительная особенность. Если вы не хотите там встраивать какой-то компилятор, тот же Babel, который будет вырезать этот синтаксис из вашего кода, то можно использовать Flow в виде комментариев. Можно описывать все типы в файле, просто в комментариях. Это будет валидный JavaScript код, а Flow эти комментарии будет парсить и узнавать оттуда эти типы. Выглядит, конечно, страшно, но кому-то нравится. TypeScript. Чем TypeScript лучше, чем Flow? Во-первых, у TypeScript есть готовая база уже описанных типов для популярных библиотек. У Flow она тоже недавно начала появляться, но еще не так сильно развита. TypeScript, она была очень давно и там очень много библиотек. Вам не нужно будет задумываться, вот если мы хотим подключить какой-нибудь React, как нам описывать для него типы. Они уже там есть. Соответственно, TypeScript еще работает не просто как отдельный проверяющий типов. Это еще и транспайлер. Он самостоятельно компилирует этот код, TypeScript код в итоговый JavaScript. Что это значит? Это значит, что мы можем указать, например, транспайлеру, что мы хотим версию ECMAScript 5 поддерживать, и он, проверяя ваш код, будет знать, что вот этот метод в объекте object, например, не существует в ECMAScript 5. То есть у вас больше гарантии в том, что ваш код будет работать в итоговом браузере, который поддерживает 5 ECMAScript. Он умеет и в 3-й совсем ECMAScript, и в 15-й, 16-й транспилироваться. Вот. А также есть еще интересный проект TestLint. Он отличается от ECMAScript и других то, что он знает о ваших типах. Вы можете писать проверки, основываясь не только на том, как выглядит код или что он там делает, а еще основываясь на том, какие типы у той или иной переменной. Например, там есть плагин в ECMAScript, который проверяет то, что у вас при сложении два типа, тип слева и тип справа одинаковые. Соответственно, с помощью этого плагина можно сделать сильную типизацию в TypeScript. Нельзя будет сложить number и строку, нельзя будет сложить там объект и массив и так далее. Соответственно, что еще хорошо, вы можете описывать свои какие-то проверки, свои какие-то ограничения, расширять систему типов, которые есть в TypeScript с помощью TestLint. Вот. И еще одна особенность – это то, что TypeScript написан на TypeScript. Это значит, что вы гораздо легче сможете, не знаю, внедряться туда, смотреть, что там происходит, изучать и модифицировать, может быть, для себя. Flow тот же, он написан на OCaml, по-моему. Мне не очень этот язык знаком, поэтому для меня это очевидный плюс, то, что TypeScript использует TypeScript для себя же. Вот. Соответственно, завершая, я бы хотел, чтобы вы попробовали покрыть какую-то библиотеку, какой-то кусочек кода, посмотреть, как это работает. Возможно, вам это понравится и сделает там вашу жизнь и жизнь вашей команды гораздо проще. Как бы статистическая типизация, в ней нет ничего страшного. Она не влияет на скорость разработки так сильно, как принято об этом говорить. Вот. Пробуйте. Все. Спасибо. Окей. Спасибо, Вячеслав. Сейчас, наверное, у нас есть время на вопросы. Немножко больше, чем планировалось по агенде. Окей. Вижу первый вопрос. Спасибо за доклад. В чем резон использовать плагин TS-Link для проверки типов, если, собственно, TypeScript есть и существуют для проверки типов? Ну, а как вы привели пример функции, да, которая сделает сложение двух каких-то типов. Я понял. Спасибо. В TypeScript есть как бы свои правила и проверки типов. Например, там возможно складывать число и null, потому что это работает в JavaScript. Это как бы нормальная стандартная часть JavaScript. Вот они так решили, что вот TypeScript будет работать так. Соответственно, если вы с этим не согласны, как и те, кто написал этот плагин, вы можете расширять и менять эту систему типов под себя. Еще раз. Мы можем описать TypeScript-ом типы аргументов, которые может принимать функция? Мы можем… В описании функции мы можем описать? Да, мы можем в описании функции у аргументов описывать типы. Указать, что первый аргумент будет строка, второй число. Да, можем. Зачем тогда TS-Link? Ну, в смысле, плагин TS-Link? Он не для аргументов. Он тогда, когда вы пишете A плюс B, он проверяет, что A и B это одинаковые типы. Это не про аргументы, а про сложение. Я понял, спасибо. Скажите, пожалуйста, если мы с сервера получили некоторый объект, может ли TypeScript помочь проверить, валидный объект мы получили, те ли там поля находятся, те, которые не нуль, являются ли они не нуль? Да, вопрос понял. Поэтому TypeScript и Flow, их позиция такая, что они никак не должны влиять на рантайм. То есть те типы, которые вы описываете, никак не должны там появляться в рантайме или как-то расширять его. Поэтому по умолчанию нет, вы не можете написать, описав просто типы, быть уверены, что то, что пришло с бэкэнда, подходит и валидируется. Во Flow есть возможность написать такой валидатор, обычный там на JavaScript или используя библиотеки, который будет работать как и в рантайме, так и помогать Flow понять, что в этой переменной вот такой тип. В TypeScript тоже так можно сделать, можно написать валидатор, но там придется вам и валидатор описывать и еще систему типов описывать. Спасибо. Еще вопросы? Еще раз. Алло, два вопроса есть. Какой TypeScript просматривали? Мы начали с 1.8, сейчас мы перешли на 2.0. И второй вопрос. Вы говорили, в Flow есть составные типы? Я не слышу, можно? В составных, слышно? Да. Вы говорили, в Flow есть составные типы, а в TypeScript их нет. Они есть и в TypeScript и в Flow. Я сказал, что они есть во многих языках статических, типизированных и во всех PureScript, Reason, там они тоже есть составные типы. Я просто не услышал. Да. В TypeScript они есть, так же работаем. По, хорошо, вопрос, я не услышал по поводу декораторов. Вы рассматривали декораторы и как их можно использовать? В TypeScript есть декораторы, они как-то валидируются, но мы их не используем, потому что мы используем только те фичи языка, которые пошли в стандарт. Вот у нас такое правило в компании. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот вы используете вот этот файл, который расширяет возможности TypeScript для подсказок, там просто вот в проекте есть у вас там чистый скрипт и вы используете вот этот файл для автоподсказок как ESLint, только вот для автоподсказок. Честно говоря, не понял вопрос. Система типов для автоподсказок. Вот у вас есть функция. Да, я понял. Если мы говорим про редакторы, про IDE и про систему типов, то мы используем TypeScript, соответственно, мы выбрали Visual Studio Code для работы, который очень хорошо с TypeScript интегрирован. И он подсказывает, он все делает как надо. Если у вас есть там тот же пример с if, он понимает, что здесь теперь это массив и подсказывает только методы массива, не подсказывает там другие какие-то методы. Там встроен и линд, и сам TypeScript компилятор, он удругается на ошибки, что там такое свойство не найдено. То есть все есть. В WebStorm тоже это все работает. Он умеет работать с TypeScript и Flow. Тоже валидирует типы, выводит комментарии, автоподсказки лучше работают, чем они работают просто в JavaScript. Вот так вот. Спасибо большое. Еще вопросы? Пока в этой части. Есть вопрос по поводу рантайм-эроров. Если я получаю рантайм-эрор в скомпилированном коде, когда пишу на TypeScript, Stacktrace выдаст мне ссылки на строки скомпилированного кода, либо же есть решение, которое укажет мне на строки TypeScript? Ну смотри, по умолчанию это работает так же, как и в JavaScript. По умолчанию Stacktrace выводит то, что есть там в компилированном JavaScript. Но если воспользуется source-мапами, TypeScript компилятор Transpiler умеет работать с source-мапами, то в DevTools будет виден оригинальный код и ссылка на него, ссылка на строчку, даже на колонку будет работать. Спасибо. Это вообще работает с любыми языками, которые имеют source-мапы. Можно даже самый необычный язык как-то сопоставить с итоговым кодом с помощью source-мап. Вон там вопрос. Окей, есть еще много времени. Спасибо за доклад. Такой есть вопрос. Вот вы переводили большой проект на TypeScript, правильно? Да. Было такое. Ну вот на бумаге это выглядит достаточно, ну просто подключить транспайлер. Были какие-то проблемы, с которыми вы столкнулись? Вот такие, которые запомнились и вы мне сейчас скажете, и я не буду делать ваших ошибок больше. Ну, дайте подумать. Первое, с чем мы столкнулись, это то, что люди, которые не работали с типами до этого, у них отсутствовало понимание, что такое generic types. Поэтому приходилось обучать, приходилось рассказывать, объяснять, экспериментировать, чтобы люди научились. Ну, как бы это на самом деле достаточно простая вещь. Заняло, возможно, несколько дней экспериментов, чтобы люди поняли какие-то особенности этой. Есть, например, некоторые особенности самого TypeScript. Если описать интерфейс какой-то, в котором все поля необязательные, то в переменную с этим интерфейсом можно будет ставить что угодно. И там number, и string, потому что как бы string — это тот же самый объект, в котором просто все эти необязательные поля отсутствуют. Поэтому он так вот работает. Это надо один раз запомнить и стараться не делать интерфейсов, где все поля необязательны. Больше я ничего не могу вспомнить такого серьезного. Возможно, вот есть места, где не очень хорошо работает вывод типов. Например, если мы объявляем просто там return new promise какой-то, да, без указания, что это за promise, то может получиться так, что TypeScript не будет ругаться, если вы там в resolve передадите что-то отличное от того, что нужен. В принципе, вот, наверное, это все такие самые неприятные проблемы, которые пришлось столкнуться. Спасибо. Есть желающие? Окей. Спасибо за доклад. Пожалуйста. Самый простой вопрос. Flow или TypeScript? Еще раз. Ну или Flow или TypeScript? TypeScript, конечно. Все. Вот это продуктивность. Спасибо за доклад. Немножко пропустил. Но мне всегда интересен ответ на один вопрос. Вот когда мы берем TypeScript. Так. Хотим ES7+, что угодно. Современное, новое, последнее. И мы транспайлим его в ES6, а потом транспайлим бабелем. Что мы получаем? Как вообще это нормально? Это нормально. Один раз мы так делали. Не помню зачем. Сейчас надо вспомнить. Ну какая-то причина явно была. Сейчас мы не используем бабель вообще. TypeScript работает хорошо. Он транспайли так, как мы ожидаем. Никаких проблем с этим не было. Мы транспайлим в ES5. Мы не используем какие-то экспериментальные фичи типа декораторов. Поэтому проблем не наблюдаем. Спасибо. Да, спасибо за доклад. У меня, ну обычный вопрос такой, наверное, который мог возникнуть у многих. По поводу подключения сторонних, вот ты сказал, определений. То есть можно сказать пару слов, как их подключать, да, допустим, для того же реактора, там jQuery, не важно, там D3. Вот. И что делать, ну или как подключать какие-то свои definition, потому что если мы описываем, там, не важно, интерфейсы, там, скажем так, алиасы какие-то свои используем. То есть тоже куда это складывать, ну, наверное, не в файл, а как вы это делаете, наверное. Ваши правила. Начну с ответа на вопрос, как работает с типизацией внешний билетик. И в TypeScript и во Flow есть инструменты для работы с этим, которые похожи на NPM. Вы просто им говорите NPM install, инструмент install React, и он установит вам типы для React. В TypeScript 2.0 появилась возможность избавиться от этого инструмента. Сейчас все вот эти определения типов присутствуют в NPM. Вы можете установить сначала NPM install React, а потом NPM install собачка types.react. Вот. И там будут храниться типы TypeScript для React. Второй вопрос. Как мы описываем типы для чего? Свои типы. Свои типы? Ну… Интерфейсы можно импортить, экспортить так же, как и обычные значения или классы. То есть можно написать импорт, не знаю, I-array, интерфейс-array from какого-то файла. Да, да, да. То есть это работает так же, как и импорт и экспорт и обычных значений в ECMAScript. Ну, конечно, импортов становится чуть больше, чем раньше блок, но не знаю, я не чувствовал никогда, что это как-то напрягает. Потому что чаще приходится думать и писать код, чем писать импорты. Спасибо за доклад. Пожалуйста. Не могли бы вы назвать, ну, на ваш взгляд, какая основная причина ввода типизации в JavaScript? Основная причина строгой типизации? Да. Зачем использовать, в смысле? Да. Мы начали смотреть в эту сторону по такой причине. У нас сейчас сильно расширяется команда, резко. Поэтому мы набираем много людей и нужно как-то чуть больше иметь контроль за качеством кода, который есть. Потому что стандартные практики типа код-ревью и так далее в таком случае слабо помогают, когда все новенькие друг друга ревьюят. Поэтому мы решили подключить социализацию, которая добавит нам больше гарантий в этом месте. То есть вы отдаете это на откуп TypeScript, да? Ну да, да. То есть вот некоторая часть проблем, типа забытые ифы, забытые проверки, опечатки, мы отдаем TypeScript и просто не думаем об этом там при код-ревью или при написании тестов и так далее. Это не может быть тенденцией того, что в будущем это будет обязательным условием во всех браузерах? Честно говоря, я не верю, что рано или поздно JavaScript уйдет из браузеров как-то, поменяется на другой язык. Или там поддобавится строгая типизация обязательно. В это я не верю. Поэтому вот так. Спасибо. Окей. Я думаю, что вопросы можно задать Вячеславу лично. Сейчас у нас 15-минутный перерыв. Да. Поблагодарим Вячеслава.